Пока муж Анны Акапиан, а точнее премьер-министр Армении Никол Пашинян, вешал лапшу на ген-ассамплее ООН в Нью-Йорке, сама его жена даром времени теряла и искала свободные уши в Санкт-Петербурге, организовав кампанию «Женщины ради мира». И такие недалекие женщины, среди этого форума, конечно же нашлись, которые ни малейшего понятия не имеют в этой проблеме, чем и порадовали первую леди Армении. Первая леди, в кавычках, конечно же, воодушевилась и не замедлила выставить информацию, что она нашла лохов, то есть славно потрудилась на благо оккупационных сил Армении. После ее продувания мозгов, группа российских женщин посетит Арцах, хотя такого и нет на самом деле, Россия, как и все государства в мире не признали, этот Арцах есть на горной карабах Азербайджана. Однако в рамках кампании «Женщины ради мира» слушаем внимательно провокацию мадам Пашинян, то есть жену премьер-министра Армении. Об этом сообщают из офиса супруги премьера Никола Пашинина, Анны Акопян. Дорогие коллеги, на 5-7 октября сего года запланирован визит более 10 российских женщин в Армению-Ярцах в рамках кампании «Женщины ради мира», организованной супругой премьера Армении Анной Акопян. В состав группы вошли известные общественно-политические деятели, а также деятели культуры, спорта, литературы, средств информации. 5 октября они прибудут в Ереван, а 6 октября в сопровождении Анны Акопян отправятся в Арцах, где с передовой обратятся со своим посланием о мире ко всем сторонам конфликта, сказано в сообщении. О начале кампании «Женщины ради мира» Анна Акопян объявила 24 июля сего года в Москве. 21 сентября, выступая с трибуны Второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, супруга премьера Республики Армении призвала участниц форума также присоединиться к кампании «Мира». Возникает вопрос, как такое может быть в России, которая не признает оккупированные территории Азербайджана, как армянские. Естественно, возникает вопрос, а куда смотрит МИД России, хотя вопрос наивный. Пока Анна Акопян устраивала провокацию в Санкт-Петербурге, ее муж Никол Пашинян выступил с абсурдными заявлениями на 73-й сессии Генассамблеи ООН, не вызывает удивления, что в своем выступлении армянский премьер намеренно не упомянул про резолюции Совета безопасности ООН, тем самым плюнув в лицо этой организации. Также он не ссылался и на другие важные документы, принятые в связи с конфликтом. Заявленные Арменией обязательства и цели никогда не совпадали с целью урегулирования конфликта мирным путем. Фактически используя военную силу для захвата территории суверенного государства, Армения продемонстрировала свою твердую убежденность в том, что существует альтернатива политическому решению. Нагорный Карабах всегда был и всегда будет неотъемлемой частью Азербайджана. В ответ на территориальные претензии и применение силы Армении, Совет безопасности ООН вновь подтвердил, что Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, и потребовал, чтобы оккупационные силы были немедленно, полностью и безоговорочно выведены со всех оккупированных земель. Окупационная и колониальная политика Армении не имеет шансов достичь своей цели. Нагорный Карабах всегда был и всегда будет неотъемлемой частью Азербайджана. Военная оккупация азербайджанских земель является временной и никогда не даст Армении желаемых результатов. Ереван должен отказаться от бесплодных попыток обмануть свой народ и международную общественность, принять конструктивное участие в урегулировании конфликта и соблюдать свои международные обязательства.